Приветствую вас, дорогие зрители, участники вебинара. Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Супер. Вы все видели этот прекрасный ролик, и на самом деле подобный ролик является инструментом отличной эффективной работы. И поэтому многие люди выбирают пересмотреть вебинар, либо перечитать вебинар в удаленном режиме, то есть непосредственно после вебинара. У нас есть тезисы, кто не в курсе, можно не только смотреть, но и читать. Мы, как обычно, с Владимиром Масловым проводим вебинары два раза в неделю для освещения своей точки зрения и, что касается моего вебинара, всего самого актуального и интересного происходящего в проекте Skyway. И в мире, который мы с вами вместе реализуем, строим под названием «Экомир». И небольшой спойлер, небольшой анонс, это действительно важно. Я хотел бы в следующих своих вебинарах на те мероприятия, которые я считаю, что стоит посетить, делать упор в самом начале. И следующее мероприятие, которое я рекомендую посетить, это международное обучение Skyway Capital тренажер-спикеры. На первой части, кстати, я был и мне очень понравилось, вы знаете, мое критичное отношение к спикерскому искусству и то, что сам я посещал тренинги. Сейчас в данный момент ищу, так скажем, апгрейд по тренеру, потому что прости нужно всегда. Но что касается режиссера, который будет проводить данное обучение, он действительно профессионал своего дела. И он покажет вам фишки, которые я после первого обучения стал использовать на своих презентациях. Обязательно посетите это мероприятие, потому что записи онлайн не будет. И вообще я могу сказать, что мы сейчас, как Skyway Capital, будем формировать такую комплексную систему обучения, потому что настроены мы на долгосрочную работу. И поэтому каждому из наших и инвесторов, и просто людей, которые зарегистрировались в проекте для финансирования проекта Skyway в Skyway Capital, мы будем дарить как общий формат обучения, так и уже платный, закрытый формат обучения. Для того, чтобы обучаться тем компетенциям, в данном случае в нашем деле это продажи, это телемаркетинг, это переговоры, это убеждения, это психология, это таргетированная реклама и многое-многое другое, что касается современных трендов, и что касается, как быть максимально эффективным в изменяющемся сегодня мире при развитии подобного инновационного направления, как мы все с вами развиваем проекта Skyway. И второй анонс очень важный, то, что проект Skyway переходит на новый 14 этап. Это будет первый подэтап, и 5 декабря 2019 года до 23.59 вы сможете инвестировать по старым условиям. Скорее всего, далее уже вы сможете инвестировать только по новым условиям. Не исключено, что никаких продлений не будет, потому что мы сейчас находимся на той стадии, но я не могу утверждать, так как я не работаю в головной компании, это решает только головная компания. И переходим непосредственно уже к нашему вебинару. Вообще, поставьте плюсики, кому нужны такие вебинары два раза в неделю. И я думаю, что несмотря на то, что сейчас у нас достаточно много событий, мы продолжаем освещать события, которые происходят в проекте Skyway. Так, друзья, никому больше не нужны вебинары. Мы неспростаят, на самом деле, этот опрос производим, и Владимир Маслов также спросит, потому что время сейчас золото, и нам нужно сейчас совершить просто квантовый скачок, как Skyway Capital, для того, чтобы нам всем с вами остаться в лодке и в юридическом плане. Потому что сегодня я вам расскажу буквально так вот общими словами, и мой посыл опять же будет защищай свои инвестиции, и думай прежде, чем ты пишешь что-то в социальных сетях, думай прежде, чем ты говоришь на публику. Но нам также в юридическом плане, помимо обучения и помимо повышения наших компетенций, нужно будет очень серьезно вырасти. И мы это обязательно сделаем. Так же, как головная компания и нашей с вами поддержки, буквально за считанные 4 с лишним года, сделала экономическое и технологическое чудо. И это можно назвать просто ростом, можно называть ростом в десятки раз, но то, что много трасс было построено, струнного транспорта, это очевидно и это неоспоримый факт. И более того, сейчас уже в конце октября нас посетил правитель Шаржи, нас это непосредственно территорию Skyway World Innovation Center, который находится на территории научно-исследовательского парка технологий и инноваций SRTI Park, тоже, который находится, конечно же, в Шарже. И это было начало пусконаладочных испытаний. Это еще не до конца прокрашенные анкерные опоры. Это без внутренней и внешней отделки все объекты инфраструктуры, в том числе и эко-дом. И самое главное, то, что было осуществлено, это монтаж путевой структуры и демонстрация работы в движении непосредственно тропического юникара, который уже более полутора месяцев, может быть, два месяца прошло, отправился в Арабские Эмираты и там он и останется. Это не просто мул, как высокоскоростной подвижной состав, который сейчас работает на территории экотехнопарка. И я неспроста сказал работает, потому что он исправляет детские проблемы будущего высокоскоростного подвижного состава, который также в Арабских Эмиратах уже будет испытываться на заключительных фазах. И здесь я могу сказать, что многое было за кадром. Огромная команда готовила это событие. И это те сроки, к которым мы на самом деле сейчас вообще привыкли к ним абсолютно. Потому что когда-то за менее чем год мы с нуля создали вообще и Юнибайк, и Юнибус, и показали на выставке и на Транс, то что касается Шаржи, то меньше чем за 8 месяцев, и причем не все 8 месяцев непосредственно занималась стройка, огромное время было занято именно согласованием, именно поиском необходимых контактов, структур в государственных органах. И происходила наладка коммуникаций. Наладка коммуникаций сейчас абсолютно произведена, и она суперэффективная. Поэтому стройка второй, третьей фазы строительства СВИК будет развиваться еще быстрее. И сейчас я могу сказать, что вот это событие, оно одновременно и очень для нас значимое, но также будет впоследствии в будущем и рядовым. Но чем оно значимое? Потому что в первый раз в Арабских Эмиратах поехал подвижной состав, и это не просто какие-то пусконаладочные работы для своих, а присутствовал правитель Шаржи, именно султан бин Мохаммед Аль-Касиме, и он оценил технологию, даже говорят, что благословил. И далее уже в следующие дни присутствовали самые различные делегации, организации, высших правительственных кругов. Те люди и те организации, с кем непосредственно головная компания будет сотрудничать в создании всех трех фаз и далее коммерческих адресных проектов. Многие задают вопрос, а связано ли окончание строительства первой, второй, третьей фазы. С приходом крупных инвестиций. Я сейчас не буду давать никаких обещаний и цифр, но скажу определенно, что приход крупных инвестиций не зависит от того, когда будет закончено строительство той или иной фазы. Но строительство фаз зависит абсолютно и взаимосвязано с сертификацией нашей всей технологии SkyWay в тропических условиях. А с сертификацией уже прямая связь и логика развития адресных проектов. Но это не связано с приходом крупных инвестиций, потому что крупные инвестиции могут прийти и независимо от адресных проектов. Я знаю даже, что во Вьетнаме прорабатываются сейчас контакты от частных инвесторов новых рекордов по инвестициям. Но когда они будут, тогда мы их будем освещать, либо не будем освещать, если инвесторы не согласятся, чтобы их фамилии или даже имена указывали. И огромная команда это событие готовила, что произошло в конце октября 2019 года. Это не только 4-5 человек, это десятки людей, которые также и приехали в Арабские Эмираты, но не для того, чтобы попутешествовать, позагорать, а для того, чтобы подготовить все это событие, чтобы все прошло без сучка, без задоринги. И так оно и произошло. Ничего не остановилось, никаких казусов и внештатных ситуаций не было. И наш подвижной состав уже перемещался, как автоматизированный робот. И да, это можем увидеть в Дубае. Есть, к примеру, автономное метро, на которое перемещается по определенному короткому маршруту. Но это совершенно другая логика. И то, что реализует головная компания, и все мы с вами финансируем, это логика уже перемещения человека по всему городу, по всем Эмиратам в логике транспортного лифта. И эта концепция позволит перемещаться с абсолютно комфортным временем из одной точки в другую точку, как на территории Дубая, так и вообще в Арабских Эмиратах. И, конечно же, это событие не смогли не осветить многие телеканалы, многие СМИ, вы можете посмотреть вообще вот непосредственно в Инстаграм SRTI парка, что они выкладывают. И вот спойлер, можно увидеть Skyway, автономный транспорт и другие технологии. Но Skyway находится на первом месте. И, возможно, это неспроста, возможно, на нас делают упор. Но то, что Skyway будут представлять на высшем уровне, на будущих событиях, мероприятиях, и с участием представителей головной компании, и без их участия, потому что огромное количество дискуссий происходит и без участия Анатолия Эдуардовича. Анатолий Эдуардович просто разрывается по-прежнему между Республикой Беларуси, между Арабскими Эмиратами. И не исключено, что и в Республике Беларусь будут согласованы какие-то проекты после того, как это будет очевидно в Арабских Эмиратах. Но никто этого не знает. Но определенно и точно все уже знают, что тропический Юникар, то есть технология Skyway, была опробована в действии, в движении, буквально за рекордные сроки, меньше, чем год. Это действительно рекордные сроки для подобных технологий. И что касается микропроцессорной вычислительной электроники, компьютеров, iPod и так далее, годы требовались для того, чтобы вывести на рынок продукт. А здесь значительно более сложный продукт, совершенно другая отрасль, которая создается буквально с нуля, с чистого листа. И все было продемонстрировано без всяких внештатных ситуаций. Я думаю, что это будет и впредь, потому что что касается инженерного дела и что касается уровня организации всех задач и заданий для всех более 86 вообще уже конструкторских бюро, тут стратегия от Анатолия Эдуардовича показывает только лишь свою эффективность и ничего более. И поэтому можно назвать, рост произошел действительно в десятки раз, потому что ранее Анатолий Эдуардович был только единственным сотрудником ЗАО «Струнные технологии», но сейчас работают уже более тысячи сотрудников и мы имеем мощнейших партнеров, которые нам помогают по стратегии развития по всему миру. Если кому-то кажется, что мы будем строить очень долго и будем долго приходить коммерческим проектам, то я хотел бы напомнить вам о таком факте, о таком законе, что все развивается в технологиях экспоненциально. То есть в геометрической прогрессии. И на самом деле, когда все уже опробовано, следующий этап, вот вторая и третья фазы пойдут намного быстрее. Вспомните, как развивалось строительство легкой путевой структуры, строительство уже грузовой путевой структуры. Намного быстрее это все было осуществлено, чем строительство полужесткой путевой структуры, самой нашей первой, потому что это было непросто сделать без существующих стандартов, без существующих испытаний, но это было сделано и потом скорость увеличилась. И мы будем сейчас активно развиваться как в привлечении инвестиций, потому что, несмотря на то, что вот 86 человек присутствуют на вебинаре, я могу сказать, что при тех конференциях, которые мы с остальными коллегами проводим, это минимальная, наверное, цифра, когда члены правления приезжают и вещают свою презентацию. Минимум 100-200 человек присутствуют, и это каждый раз новые люди. Поэтому эти вебинары, они по большей части созданы для того, чтобы все это масштабировалось на другие языки. Все это оседало в голове новых наших инвесторов других стран, потому что недавно подали заявку вообще на амбассадора в Камеруне. И представьте, насколько мощное движение может начаться в Камеруне, например. Так же, как сейчас начато в Нигерии, и мы обязательно об этом поговорим. И кто-то скажет, что вот струнные технологии, десятикратный рост и новые достижения, это какой-то такой громкий заголовок. Но каким образом можно обозначить рост, если фактически в сотни раз выросло количество сотрудников? Если сейчас мы готовимся к мелкосерийному производству, и это за 4 года, опять же, сравнивая с IT-индустрией, это очень сжатые сроки, сравнивая с автомобильной индустрией, это гиперсжатые сроки. Но у нас есть уже производственные площадки, у нас есть уже не арендованные помещения, собственные помещения. И это наш с вами актив. И давайте помнить, что конкурентов у нас на самом деле нет. Тут я бы поспорил на самом деле с OnAir, потому что рассказывают о различных технологиях, но на самом деле ни одна из этих технологий на сегодняшний день не произвела подобного рода запуск технологий, как сделала компания Skyway. И также я вам сброшу ссылочку уже далее на следующие статьи. Я не буду на этом останавливаться, потому что это все есть в новостях. Но хотел бы сказать о том, что сейчас на самом деле происходят настоящие вызовы человечеству. И об этом задумались 11 тысяч ученых и экологов, которые заявили о чрезвычайной ситуации с климатом на Земле. Но тут дело на самом деле не про климат. Тут дело в переустройстве индустрии. И достижение уже не индустрии 4.0, индустрии 5.0, а для их синхронизации и минимизации потребительского эффекта, потому что все мы с вами потребители. Но я могу сказать, это мое предположение, что на самом деле эпоха потребления, которая максимально экологична и максимально дружелюбна, как к экологии, так и к растениям, животному, человеку, она переместится в транснет, она переместится во внутрь наших подвижных составов. Еще недавно на выставке Samsung представляли блокчейн-технологии внутри своих гаджетов и также сделали прогнозы. Один из прогнозов касался сферы ритейла, электронной коммерции. То, что буквально через смартфон мы будем анализировать, вот, к примеру, сейчас я одет в какой-то пиджак, и через смартфон можно будет проанализировать, узнать стоимость пиджака, и система будет ритейла знать, что именно этот пиджак я хочу, чтобы мне сшили, и именно под меня это будет без всякого избытка, без всякого складирования произведено. Но каким образом это доставлять? Вопрос открытый. Дроны, наземные перевозки, вопрос еще более сложный, потому что он сейчас не решен. То есть те прогнозы, которые делаются без решения проблемы транспорта, вообще тут и говорить абсолютно нечего. Но не просто проблемы транспорта, о создании комплексной индустрии, вселенной отраслей, что мы называем сегодня Экомир. То есть огромное количество услуг родится внутри Экомира, вначале внутри Транснета. То есть представьте, что вы зашли в подвижной состав, и подвижной состав сам знает, как анализировать вообще продукты, которые вы хотите. Вы можете показывать какие-то изображения, картинки. Я более чем уверен, что наш подвижной состав научится также определять товары, которые мы ему будем показывать, так же, как сегодня он уже учится определять автомобили, определять пешеходов, определять различные помехи, которые он может встретить на своем пути. птиц, насекомых, какие-то коряги, допустим, которые вдруг упадут на путевую структуру. То есть он самообучается. И этот интеллект будет использован не против человека, но за человека. И опять же, если кому-то кажется, что это будет происходить долго, то я вот тут недавно перечитывал прогнозы Раймонда Курцвелла, и он предсказал, что в 2020 году на самом деле начнет происходить слияние интерфейса человек и компьютер, что мне лично не хотелось бы. И поставьте минус, кому так же не хотелось бы. Например, то, что сейчас создает Маск. Но вот тогда, в 2014 году, перечитывая этот прогноз, это казалось чем-то несбыточным. Но сейчас уже на животных это все испытывается, к сожалению. И не исключено, что в 2020 году это действительно пойдет уже в коммерческую стадию. То есть это я говорю об экспоненциальном развитии технологий. И также будет стремительно развиваться наша технология. Поэтому даже русские визионеры, футурологи, как себя называют, говорят, статья вот интересная, я вам тоже сброшу прочитать, по трендам прогнозов и так далее. Но, как говорится, лучший способ реализовать прогноз и предсказания, это создать будущее. Это то, что делает Юницкий и вся команда сейчас. Он не просто что-то предсказывает, он создает технологию, которая задаст тренд будущего. И эксперт предсказал дату закрытия последнего аэропорта. С этим можно поспорить. И мне кажется, это слишком долгая дата с учетом экспоненциального развития нашей технологии. Но он сообщил, что в 2042 году практически весь транспорт станет беспилотным. То есть это и морского транспорта касается, и сухопутного транспорта. В принципе, тут логика абсолютно играет свою роль. И мы также говорим, и слайд даже есть про потенциальную триллионную капитализацию рынка транспорта над землей, что с 2040 года начнет стремительное развитие именно в замене традиционного транспорта, традиционных дорог транспорт над землей. И это тренд, с которым невозможно сейчас спорить. И уже в 2069 году на дороге, прогнозирует эксперт, выйдет магнитный бесколесный транспорт. Но тут, скорее всего, опоздание, причем очень серьезное опоздание и серьезная ошибка, потому что транспорт и не магнитный, и не бесколесный, так как все-таки мы перемещаемся на стальных колесах по стальному рельсу, он уже вошел в промышленность и в мир технологий. Просто сейчас происходит подготовка к запуску коммерческих проектов. И в 2079 году, вот тут я могу согласиться, закроется последний аэропорт. Возможно, действительно, так оно произойдет. Возможно, это произойдет позже. Но что определенно, и ближнемагистральная авиация, которую сейчас давят, индустрия высокоскоростного транспорта, потому что это определенный общий рынок, на котором приходится оттаптывать свою территорию. Но нам не придется перемещаться уже в 2060 году на авиатранспорте, потому что это даже не касается выбросов и затрат топлива. Это просто станет неэффективно. Неэффективно с точки зрения использования человеком времени. Я вот недавно зарегистрировался для эксперимента в сеть социальную TikTok. Но это такая социальная сеть, ее сейчас продвиженцы в социальных сетях позиционируют как именно бесплатный нативный трафик. И для чего я это сделал? Я там буду всякие веселые штуки регулярно постить, но не из-за того, что я там какой-то клоун или шут, а для того, чтобы общаться с аудиторией, которая сейчас может быть 17-18 лет, может быть вообще 16, но через 5 лет им станет 21 и 23. И они уже будут нашими потенциальными инвесторами как Spaceway, так и ВК Мир. Они будут абсолютно дееспособными инвесторами, которые будут задумываться. И какая психология? Для чего я заговорил об этой социальной сети? Почему? В том числе будет отходить авиасообщение? Это потому, что люди не любят сейчас проводить много времени в пересадках и так далее. И современное поколение даже сокращает максимально слова. То есть говорят, к примеру, не рекомендую, а просто рек. Они ценят время. И они будут ценить максимально мобильность перемещения и получение максимального количества услуг, когда они перемещаются, какая технология это может дать. Какая технология может им заменить сегодня смартфон, когда они будут перемещаться, к примеру, с Москвы во Францию к другу и одновременно получать весь спектр услуг, которые сейчас они получают в смартфоне. они захотят войти в подвижной состав и для них это будет не просто подвижной состав, это будет для них пространство, которое заменяет смартфон. Положат либо синхронизируют смартфон с подвижным составом и поедут. Но они будут пользоваться этой услугой только если внутри транспорта они будут получать все услуги, которые они сейчас получают вне транспорта. Поэтому в том числе Skyway на мой взгляд вытеснят другие виды транспорта постепенно, не сразу, так как именно внутри подвижного состава на втором уровне будет заключено огромное количество услуг. И тут я хотел бы сказать свое предположение и для меня это очень важно после предположения поставьте плюсики, кто так же думает. Вот существует закон Мура. Что такое закон Мура? это увеличение производительности компьютеров при снижении себестоимости товара. То есть в данном случае процессоры, сами компьютеры, оперативная память и так далее. Я задумывался а что же будет в сфере транспорта над землей. В сфере транспорта над землей на мой взгляд будет снижаться причем опять же по экспоненте в начале там немного потом больше больше и больше и потом дойдет до нуля это стоимость проезда стоимость проезда для человека и основной рынок будет Skyway получать именно за счет тех услуг которые будут оказаны в транснете. То есть человек оплатив токенами на тот момент уже сложившийся блокчейн внутри блокчейн платформы попадает в пространство и виртуальное и реальное он получает как виртуальные так и реальные услуги чего не может сделать сегодня не IT электроника так как мы получаем по большей части виртуальные услуги не беспилотные транспорты не современный ритейл потому что мы получаем как раз таки реальные услуги и в чем сила интернет и в чем на самом деле недооценил ее в свое время Билл Гейтс Билл Гейтс признался в одной из книг по стратегиям развития компании что он недооценил интернет и на самом деле огромное визионерство от Анатолия Эдуардовича и всей команды то что они вовремя оценили блокчейн технологии потому что сегодня уже руководитель бинанс биржи выводит фиатные деньги на свою биржу для чего для того чтобы в начале это будут предоставляться какие-то услуги внутри биржи но потом он сможет просто заключить контракты с ритейл производителями и обойти даже Амазон и Эбэй которые не понимают и не могут перестроиться сейчас на блокчейн рельсы здесь же внутри наших подвижных составов будет повторюсь снижаться максимально быстро стоимость проезда это мое личное мнение то есть я не претендую ни на какую эксклюзивность это просто логически выверенное мнение стоимость проезда человека будет снижаться так же как мы сейчас достаточно немного платим за то чтобы набрать по нашему смартфону но много платим за сопутствующие услуги причем по системе подписки и все больше и больше капитализация будет рождаться за счет поступаемых услуг и могут быть вообще совершенно новые услуги как появилась социальная сеть тикток как сейчас огромное количество молодых людей становится популярными и социальные сети также не исключено что уйдут во внутрь подвижного состава напишите плюс кому так же кажется и я считаю что это будет максимальной капитализации именно взаимодействия человек и наша сеть транснет и подвижной состав я в этом убежден но это доля рынка а остальная доля рынка это будет уже грузовые перевозки и услуги и как раз таки доставка всего того что мы через умные интерфейсы сенсоры как-то закажем внутри нашего подвижного состава не просто пицца будет переезжать и так далее это мелочи абсолютно все будет производиться по нашему заказу но вопрос в логистике транспортировка тоже может осуществляться именно через нашу сеть транснет которая будет на тот момент уже самой эффективной и вот об этом нужно на самом деле говорить когда вы описываете экомир а не то что мы предоставляем только услугу транспорта или строительство станции путепроводов и так далее и стремительно мы набираем обороты и уже я вот эти вот просто слова Михаила Кириченко просто вот впитываю и радуюсь искренне что уже началось строительство второй линии вторая линия уже если не ошибаюсь будет чуть леньше это будет несколько уже километров опять же если я не ошибаюсь это два километра и также уже будет после нее параллельно ей строится и третья фаза повторюсь что приход крупных инвестиций не зависит от строительства этих линий и фаз от них от строительства зависит только сертификация и конечно же реализация коммерческих адресных проектов но я думаю что к экспо 2020 мы будем готовы во все оружие и да я согласен читая все кстати комментарии и в головной компании в skyway capital в социальных сетях огромная благодарность за обратную и сейчас у нас идет подготовка к мелкосерийному производству то есть это та партия аппарат средств когда jobs допустим 100 своих единиц предоставил мы тоже некоторое количество единиц будем предоставлять для рынка и вот вы видите допустим на картинке сверху это считается пыльное производство я был на пыльных производствах и проходил когда-то производственные практики вот сейчас это производство слесарно-сварочное разделяется с вакуумным литьем и уже непосредственно с обителью станков с числовым программным управлением которых скоро прибавится два и после Нового года еще два прибавится это сложнейшие машины которые внимания будут работать без участия человека то есть фактически будет необходимо только один-два человека максимум на несколько станков которые будут уже создавать роботизированный цикл производства и на это сейчас современные корпорации опять же не могут перестроиться так как вынуждены допустим в конвейерном производстве сокращать огромное количество людей так как заменяет роботы сейчас мы не будем обнадеживать и в этом я могу сказать что компания действует от сердца она открыто говорит людям что мы нуждаемся в тех-то и тех-то компетенциях в тех-то и тех-то специалистах например технолог создания программы для станка числа с чпу потом допустим блокчейн архитектор и так далее то есть я уже немножко пофантазирую какое-нибудь создание аватара для молодежи внутри подвижного состава чтобы им было интересно перемещаться и новые совершенно вакансии но они не ущемляют права потому что эти вакансии вообще изначально не создают максимально оптимизируют человека часы и вообще затраты человеческих ресурсов на производство поэтому сразу же используются станки с числовым программным управлением которые смогут я больше чем уверен творить настоящие чудеса так элик мой тезка тролль наверное что значит будем готовы к экспо 2020 если вы не тролль то я конечно приношу свои извинения но очень много троллей нас посещают будем готовы так как уже будем готовы к мелкосерийному производству будут созданы я думаю несколько уже фаз строительства произойдет либо полностью сертификация либо частичная сертификация то есть готовность к принятию коммерческих адресных проектов и к поступлению первых авансовых платежей ну предположим напишите плюс кому этого достаточно и на самом деле я могу сказать что вообще создается не только модернизация производства но и закладка и уже формирование в качестве молодых ученых не совсем молодых ученых действующих в логике идеологии экомира это научная конструкторская инженерная школа юницкого которая уже признается и уже сложилась и постепенно будет адаптироваться к изменяющимся условиям нашего мира и также она будет совершенствоваться в логике развития других индустрий которые сегодня развиваются в нашем мире я не исключаю что какие-нибудь метры появятся в плане блокчейн в плане программирования станков и многое многое другое это войдет вообще в целую программу будущих университетов струнного транспорта появятся и такие университеты не исключено потому что уже например Михаил Цирлин сделал открытый отзыв в социальных сетях и дайте пожалуйста ссылку от этого замечательного человека один из слоганов который также созвучен и с идеологией Юницкого вообще с развитием компании по миру и в отношении к своим сотрудникам он дал отзыв в сети ВКонтакте и сказал что он с удовольствием будет и сам сотрудничать и уже лоббировать научные дисциплины логики развития струнного транспорта в Белгуте то есть это Белорусский государственный университет транспорта сам он является кандидатом технических наук в области материаловедения и других не менее важных дисциплин и сейчас все больше и больше людей делают свои дипломные работы и даже те труды которые ранее еще в 2016 году в 2014 году создавались они никуда не пропали они опять же адаптируются они модернизируются и в международном форуме выставки под патронажем он хобитат который прошел в Екатеринбурге наша команда и с преподавателями и с молодыми учеными представила три доклада в логике вертикальный горизонтальный транспорт и это тот транспорт который является в принципе транспортом над землей это я думаю что долгая история но это в первую очередь делается для оповещения тех людей которые живут непосредственно в Уральском федеральном округе и в Екатеринбурге потому что готовится очень серьезная конференция обращайтесь к Руслану Багирову к Аркадию Бирюкову кто захочет поучаствовать в этой конференции там не буду в качестве спикера я максимум это включение онлайн потому что сейчас профессионалами своего дела являются региональные кураторы и это наши лидеры которые несут знамя Skyway по регионам и по странам я хотел бы привести пример продвижения Skyway Capital в Африке сейчас это не мудрено так как человеческий потенциал он не является неисчерпаемым по Вьетнаму сейчас будет наблюдаться постепенно нисходящий тренд поэтому мы осваиваем новые рынки балансируем в качестве инвестиций мы как Skyway Capital и в данном случае развиваемся активно по Африке и по Нигерии огромная благодарность Кристиану это наш первый амбассадор по Африке вообще первый единственный амбассадор и сейчас вот сравнимо с участием в международном форуме выставки это сами наши лидеры инициировали сами подготовили доклады и не в логике развития адресного проекта повторюсь так как понятно всем что это долгая история а в логике именно промо по Уральскому федеральному округу и Екатеринбургу в предшествии будущих конференций кстати перед новым годом будет еще одна конференция еще более грандиозная в Екатеринбурге Руслан мне Багиров сообщил и также представители наши по африканскому региону в Нигерии участвуют в выставках торгово-промышленной палаты и мы поучаствовали в замечательной выставке где присутствовало огромное количество людей и заинтересовали технологии Skyway не делая упор на адресные проекты и это огромная вообще вот проницательность наших лидеров и впитывание той логики развития которую мы им доносили и очень быстро они это поняли получили максимальную эффективность в плане притока инвестиций и в отсутствии расфокусировки по адресным проектам но несмотря на это происходило знакомство и с вице-президентом и с чермен торгово-промышленной палаты и людьми которые организовывают эту выставку используйте в своей работе такие фишки когда вы организуете какие-то постмероприятия после выставок вы можете даже приходить на выставки давать информацию без всякого навязывания и приглашать на пост события в данном случае у африканцев это было эксклюзивное мероприятие ужин для участников выставки и огромное количество людей не ожидали на самом деле такой забитый зал это не 500 не 800 человек как на конференциях но пришли это целевая аудитория и наш сложный продукт говорит о том что по инстаграм по социальным сетям возможно даже сложнее двигаться чем в реальной жизни но и там и там мы обязаны двигаться были даны интервью телевидению и наше растущее поколение скайвейвцев в африканском регионе я думаю что вот они как раз в тиктоке вряд ли сидят потому что это африканский континент но это наши будущие лидеры уже по эко миру и многие задают вопрос а что будет после 15 этапа куда мы будем двигаться на самом деле после 15 этапа завершение 15 этапа начнется самое интересное потому что на единой платформе мы будем проект за проектом финансировать и это касается не адресных проектов хотя и их в том числе но новых направлений технологии скайвей и вообще эко мира которые покупаются намного быстрее чем та база которую мы с вами создаем то есть мы сейчас демонстрируем и создаем продукт и далее уже стратегия на основании вот этого продукта будет складываться в создании платформы различных продуктов которые будут выливаться во вселенную технологий и эту стратегию также использовали и компания Apple и компания Microsoft Intel абсолютно проторенная дорожка по которой стоит идти и которую интуитивно чувствует Анатолий Эдуардович Юницкий я думаю во многих стратегиях и методах управления компанией он возможно даже сможет преподать урок корифеям которые доказали на истории на практике различных корпораций уже новые свои методы я повторюсь опять же о ближайшем мероприятии это международное обучение Skyway Capital тренажер спикера рекомендую всем там быть я и остальные некоторые члены правления там будем я в первую очередь еду сам обучаться потому что искусство говорить искусство доносить информацию в нашем случае очень важный критерии и факт и также про переход на новый этап не стоит забывать передайте просто эту информацию и если люди не готовы слушать вебинар не готовы вас слушать 20 минут даже 10 минут включите им ролик по результатам наших достижений за неполный 2019 год и все станет понятно действуйте по логике да да нет нет далее какой ваш выбор и хотели бы вы присоединиться к инициативе сотен тысяч людей а также поддержать 11 тысяч ученых которые заявили что происходит изменение климата и сейчас мы стоим над угрозой конечно же люди согласятся и какую-то свою посильную помощь либо вклад внесут в развитие той технологии которая может спасти жизни будущих поколений но на самом деле что я заметил каждый прогноз и даже вот то что представили ученые создав некий новый манифест предупреждения ученых мира о климатическом кризисе и сделали именно логику решения шести первоочередных задач шести шагов это все коррелируется либо с развитием технологии Skyway либо с развитием уже далее эко-миры и конечно же мир таков что кто-то будет стараться на этом зарабатывать и вы знаете что на парниковых эффектах очень серьезно зарабатывают и были созданы целые биржи вообще по продаже воздуха в переносном смысле говоря и также огромное количество каких-то паразитарных финансовых систем будут рождены и при развитии эко-мира и дальше уже при развитии Spaceway но главное чтобы наш караван шел набирал все больше обороты потому что здесь логика оптимальной взаимопомощи отсутствие конкуренции и каждый получит свой кусок пирога для при решении тех задач которые ставит перед нами современный мир и максимальной задачей является не единение человека с природой но вообще решение жизни и создание нового экологичного мира для будущих поколений на самом деле все финансисты которые будут оценивать подобный экономический потенциал компании которые будут выходить либо на крипторазмещение либо на IPO оценят по достоинству это тот вклад который мы сейчас делаем и он может быть приумножен многократно во сколько это произойдет никто не знает но часы тикают и этапы все более и более сокращаются а инвестировать по-прежнему может каждый но так будет не всегда благодарю за внимание дорогие друзья поставьте от 1 до 10 по информации данного вебинара я несколько новых вещей вам преподнес надеюсь что это было интересно сейчас я хотел бы послушать ваши вопросы чтобы на них ответить будем будем ли мы совладельцами таких технологий как это экодом струнное стекло биогумус юнимобиль электроэнергия острова мы кстати уже являемся совладельцами того что реализуется в шарже и тут все зависит от стратегии и решений лично Анатолия Эдуардовича Юницкого но я думаю что экодом мы будем лучше финансировать и будем там не просто 100 совладельцами а ближе как 100 владельцами как вам слово 100 владелец ну конечно же 100% владения не будет но лучше максимально владеть чем чуть-чуть владеть про гумус если это будет включено в программу развития к примеру в шарже то будем а можно хотя бы одно направление озвучить из тех что на 10 лет вперед могу не одно озвучить на самом деле это высокоскоростной подвижной состав что планируется в Арабских Эмиратах это перемещение 500 км в час из одной точки в другую точку это гиперскоростной транспорт далее далее это отработка технологий для подготовки к созданию Spaceway и под технологией будет создание высокоэффективных энергетических станций для запитывания маховика ОТС по крайней мере так было написано в документации в описании программы Экомир и возможно что-то будет видоизменено но скорее всего по этой стратегии будет развитие это такие гига технологии ну я не говорю Spaceway об менее таких затратных по капитализации не факт что менее выгодных технологий это струнное вакуумное стекло это армирование взлетно-посадочных полос это гумус уже его связка с теплоэлектростанциями для того чтобы отходы не производились и встраивание его в струнную систему для максимально эффективной логистики это юниконты со владельцами которых мы являемся и это даже не просто эко-дома а эко-космо дома и в интервью газете звезда белорусскому изданию юницкий вкратце описал концепцию эко-космо дома и он вначале будет опробован на земле и это будет высокоприбыльное туристическое направление которое не исключено что займет такую неплохую позицию в отельном бизнесе гумус и космос никак не будут связаны с нами да скорее всего потому что и так много связано так элик по вашей позиции все понятно сколько подэптат будет в 14 этапе 14 и 15 этапы это самые такие тяжелые этапы по финансированию и тут будет зависеть от входа крупных инвесторов и от получения авансовых платежей по адресным проектам никаких преждевременных перепрыгиваний не будет потому что сейчас это очень сильно играет на нашу будущую репутацию при развитии уже следующих направлений продуктов поэтому все будет развиваться постепенно и будущее покажет насколько быстро мы закроем эти подэтапы кто-то строил прогнозы что это будет даже 100 месяцев кто-то строил прогнозы что это будет 3 года но на мой взгляд опять же с учетом интереса к технологии с учетом повышения безопасности инвестиций в плане юридической схемы которую мы готовим безопасность в первую очередь это в головах чтобы сложилось потому что у нас и так все безопасно мы будем геометрической прогрессии расти и по привлечению инвестиций мое желание чтобы мы закрывали вообще это все сами но для того чтобы ускорить крупные инвестиции ну как то так то есть я не ванга и не предсказатель только свои предположения могу сказать будет ли в этом году закрытие входа в корневую скорее всего нет но опять же могу ошибаться есть новости о проекте skyway в дубае новостей на самом деле одновременно и много и немного мы будем все больше сжиматься в информационном вакууме но огромное количество новостей нам дает головная компания в новостях от Михаила Кириченко и там говорится то что можно говорить о проекте в дубае будет говориться я думаю после сертификации но развитие параллельно я предполагаю что сейчас уже идет так еще на 1-2 вопроса и в принципе будем завершать так коллеги продублируйте вопросы еще если на кого-то на чей-то вопрос не ответил когда будет обучение сейчас готовится вводный вебинар по инстаграм на русском и английском языке вообще я могу сказать что мы будем стремиться к такому международному формату обучения и не просто брать ноу-нейм спикеров а таких серьезных тренеров потому что нам нужно очень серьезно вырасти над собой для того чтобы заключать сделки на следующих продуктах в 10 и в 100 не побоюсь раз больше чем сегодня мы заключаем за вечер были заявки на строительство взлетно-посадочных полос не знаю отвечаю честно всем привет из Сибири Алексей когда будет обратный выкуп ведь в октябре Анатолий Эдуардович обещал 75 и выше и токен обмен на акции это тоже только от головной компании но мы как члены правления об этом помним и на каждом совещании об этом будем непременно напоминать столько слов не русских а мы вообще кто так обратный выкуп будет проходить через блокчейн платформу время покажет коллеги но на некоторые вопросы я просто не могу дать ответа на который дает головная компания но на любые вопросы мы всегда готовы отвечать да Вячеслав абсолютно правильно сказал и кстати закрытие корневой компании также частично зависит от авансовых платежей поэтому все может произойти достаточно быстро но насколько быстро этого никто не знает но то что время сокращается это все знают и знаете так чуть-чуть уже сердце йокает все больше и больше а не стоит ли еще но каждый решает сам еще или хватит всем счастливо строй skyway спасай планету дай дорогу мир транснету п дай н